Узрели связь между нынешним министром юстиции Фадеем Нагачевским и бизнесменом Вячеславом Платоном. Как пишут журналисты Zyarol National, чиновник якобы ранее представлял интересы предпринимателя в суде по делу Энергоальянса. За час тогда он получал 100 долларов. Кроме того, в случае положительного исхода ему должны были выплатить более миллиона в виде гонорара. Подтверждающие эту информацию документы и опубликовали в Zyarol National. В них говорится, что судебное разбирательство между украинской фирмой Энергоальянс и Молдовой началось еще в конце 90-х годов. Точнее, в 2001-м. Тогда одна из киевских инстанций вынесла решение о взыскании с двух молдавских компаний, в том числе с RedNord, долго в 1 миллион 100 тысяч долларов. Позже, в результате окончательных вердиктов судов нашей страны, фирма Платона так и не получила деньги. В 2010 году бизнесмен решил обратиться в ЕСПЧ. Именно тогда, по словам журналистов Zyarol National, в игру вступил Фадей Нагачевский, нынешний министр юстиции. Он якобы подписал контракт с Энергоальянсом для оказания юридических услуг. В дополнении к договору было указано, что в случае исхода дела в пользу компании он получит 20% от размера обжалованной суммы, в том числе пеню и другие выплаты. В итоге фирма должна была Нагачевскому сумму в миллион 200 тысяч долларов. Он якобы обратился в ЕСПЧ, но тот отклонил его иск. В итоге адвокат так и не получил гонорар. Впоследствии Нагачевский рекомендовал бизнесмену обратиться в арбитражный суд. Летом прошлого года инстанция американского штата Колумбия обязала Молдову выплатить украинской компании около 50 миллионов долларов. Вскоре после того, как информация появилась в прессе, Фадей Нагачевский написал в Фейсбуке, что опубликованный контракт на предоставление юридической помощи не был подписан. В то же время он отказался говорить, предоставлял ли он Вячеславу Платону услуги, будучи адвокатом. Сам же бизнесмен заявил для нашего телеканала, что никогда не встречался с Фадеем Нагачевским. Сегодня первый раз услышал, что господин Фадей Нагачевский где-то как-то участвовал в компании «Энергоальянс». Эту компанию «Энергоальянс» мне давно приписывали. Так, но я не имею к ней никакого отношения. Я знаю владельца этой компании. Решение американского суда о выплате 50 миллионов долларов компании «Энергоальянс» вызвало волну возмущения в нашей стране. Бывшая тогда министром юстиции Олеся Стамати заявила, что вердикт о погашении долга является сомнительной незаконной схемой изъятия денег из государственного бюджета.